МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА 12 марта 149-й километр автодороги России за посёлком Эмаус в сторону Москвы автомашина «Хонда-Пилот» врезалась в КамАЗ, чистящий дорогу. Дорожная техника чистила левую полосу трассы. Машина большая, яркая, участок дороги ровный. Почему водитель «Хонды» не заметил КамАЗ, пока непонятно. Никто не ответил нам и на вопрос, какова была скорость иномарки. Хотя, судя по техническому состоянию машины, скорость была приличной. На месте погиб водитель «Хонды». Водитель КамАЗа уверяет, он вёл машину со скоростью 10 км в час. Видели эту машину, как она влетела? Нет? Вы с какой скоростью шли? Небольшую. Когда спасатели приступили к работе, из кабины водители иномарки выпали деньги. 36. 36. 36, да, пятитысячных купила. 36 пятитысячных. В «Хонде» на момент столкновения был ещё один человек. Женщина. Она находилась на переднем пассажирском сидении. С места аварии её доставили в больницу. Травмы пострадавшие, по словам сотрудников ГИБДД, не тяжёлые. Только когда спасатели разблокировали зажатого металлом мёртвого человека, удалось установить его личность. Мужчине 55 лет. Жил в Черногобове. Эту машину приобрёл в ноябре 2019 года. По всей видимости, этим днём мужчина ехал в Москву. Что стало причиной аварии, устанавливает следствие. Назначена необходимая экспертиза. На этой неделе стало известно, что приговор Центрального районного суда города Твери в отношении Дениса Ильина обжалован стороной защиты. Как мы уже сообщали, 4 марта бывший заместитель министра экономического развития Тверской области Денис Ильин признан виновным в получении взятки в крупном размере. Следствием и судом установлено, что 26 января 2017 года Ильин лично получил от руководителя общества «Энерго» взятку в сумме 500 тысяч рублей за совершение действий в её пользу как руководителя данного общества и предпринимателей, интересы которых она представляла, а именно за совершение действий, входящих в его полномочия, по допуску предпринимателей как конкурсному отбору на получение субсидий с субъектами малого и среднего предпринимательства для возмещения части затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и развития, либо модернизации производства товаров. Необходимо отметить, что в момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Необходимо отметить, что в момент получения взятки должностное лицо было задержано с поличным сотрудниками УФСБ России по Тверской области. Приговором суда Ильин осуждён по статье 290 Уголовного кодекса на 5 лет в исправительной колонии строгого режима. с лишением права занимать должности на государственной службе и в органах местного самоуправления, связанные с осуществлением функций представителя власти, либо с выполнением организационно-распорядительных административно-хозяйственных функций. Ильин не согласен с вердиктом и считает себя невиновным по предъявленной статье ОК. О решении апелляционной инстанции мы сообщим позже. Продолжение следует...